Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня детей нет, до ирана, 21 год. Недавно я стал кривостным и раньше в соцсетях различные лица мужского пола писали привет, давай познакомимся, пообщаемся. Но я игнорирую всех и не знакомлюсь, ни с кем мне нужны отношения, к тому же понимаю, что всем этим мальчикам из интернета нужны вовсе не отношения, а кое-что другое. А мне это не нужно. После того, как стал выкладывать фото с крестником, мне вообще кто-либо перестал писать. Ну это исключением определенных людей, определенной принадлежности. Вы знаете, почему так? У меня указано в профиле, что я не замужем, а они думают, что мать-одиночка, это мать-одиночка, и можно воспользоваться и бросить, почему тогда не подкалывают. И почему вот этих самых людей, которые пишут, пишут, это не смешает. Видимо, мой крестник, если я правильно понял, потому что имя не хотелось бы называть, оберег от нехороших людей. Как вы думаете? Если честно, ваш вопрос не совсем мне понятен. То есть вы просто хотите какое-то мнение по поводу чего-то, по поводу людей, которые почему-то что-то делают и почему-то чего-то не делают. Я бы не сказал, что это то, чем занимаются психологи, честно говоря. Я бы больше сказал, что психологи все же, наверное, решают конкретные проблемы людей. И для того, чтобы нам, вам помочь, вам нужно понять, какая конкретно проблема здесь у вас. И какую конкретно проблему вы хотите решить. Но поскольку ничего такого вы пока не сделали, и проблему свою не сформулировали, то я думаю, что дело здесь не во всей этой ситуации, которую вы описали, а в том, как вы сами профессионируете себя, в том числе по отношению к мужчинам. Вот это и есть основная проблема. Почему? Потому что вы не очень понимаете, чего вы хотите. Вы не очень понимаете, значит, ну, хотите ли вы общаться с мужчинами. Вообще, сначала. Если хотите, то в какой форме. Вот. И так далее. Вот вам бы, надо бы, на это, пожалуй, обратить свое внимание. А не на то, почему вам кто-то пишет, а кто-то нет. Понимаете? Вы, вы сами, вот, вы сами кому-то написать хотели бы? Вы сами кому-то писать хотите? Вот вы сами. Или нет? Если вы сами никому писать не хотите, то какая разница тогда, пишут вам или нет. А то, как к вам обращаются, вот, в, значит, в социальных сетях, да, то как вот, ну, как вас, может быть, воспринимают, да, в социальных сетях. Я бы сказал, свидетельствует о том, что вы, в общем-то, ну, не выстраиваете сам свою мобиль взаимодействия с людьми и, может быть, в частности, с мужчинами. Что необходимо делать? Необходимо, необходимо выстраивать взаимодействие такое, самостоятельно. По поводу, ну, своих интересов, то есть, вот, ну, чтобы у вас был ваш круг общения, да, который бы как-то подходил вам по интересам и который бы, ну, как-то разделял бы ваши, ну, какие-то вот препочтения, да, какие-то ваши взгляды, ценности и так далее. То есть, вам пишут просто, ну, привет, давай, значит, познакомимся, да, ну, это довольно, я бы сказал, поверхностная история, которая, в первую очередь, да, говорит не о тех людях, которые вам пишут, потому что люди видят то, что видят. Люди видят и пишут и всё, а это больше говорит о вас, что вот так вы относитесь к себе и к мужчинам вокруг вас, например. Ну, понятно, понятно, что, понятно, что не то, чтобы вы должны как-то по-другому себя вести. То есть, понятно, что, ну, сознательно, например, заводить общение, допустим, с теми, кто, ну, к примеру, вам не нравится, да, то есть, вот. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно самостоятельно формировать свой круг общения. Если вы хотите, ну, вот, ну, какого-то взаимодействия, да, между вами и, допустим, ну, мужчинами, к примеру, ну, вот. Понимаете, да? А если вы этого не делаете, то вот у нас в этом смысле и возникают проблемы, вот. Которые в итоге преобразовываются, по сути дела, в то, что вы просто, вот, ну, обесцениваете, скажем так, тех, кто вас окружает. Ну, то есть, вот, вы обесцениваете мужчин, например, называя их, там, какими-то плохими словами, ну, вот. Как-то так. Поэтому, на мой взгляд, скромный взгляд, вы ставите свой вопрос некорректно. Повторюсь, вы не должны, то есть, вы никому ничего не должны. Но, совершенно очевидно, что, если вы, вот, говорите, что, вот, мне писали, да, мне писали, там, а теперь не пишут. То есть, совершенно очевидно, что вы хотели, наверное, чтобы, чтобы вам писали. То есть, вам, вам, несмотря на то, что, вот, неприятное общение, да, то есть, ну, вы всем отказываете, вот. Вам все равно хочется, чтобы, эээ, ну, писали, вероятно. То есть, вероятно, вы хотите, эээ, какого-то, эээ, ну, более, эээ, качественного, может быть, общения. И это возможно. Только, вопрос заключается в том, эээ, что вы сами делаете для того, чтобы оно у вас было. Вот. Понимаете? То есть, выступаете ли вы, эээ, какой-то активной силой, или нет? Ну, это все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok